В чем отличие хлебозавода от хлебопекарни? Теперь ответ на этот вопрос может дать и первоклассник. Ребята сели за парты только месяц назад, но уже преуспели и в школьной программе, и за ее пределами. С любым классом на самом деле очень много ездим. Не важно куда, важно, чтобы это был весь коллектив. Важно, чтобы дети чувствовали атмосферу вне дома. Важно, чтобы они были более отрывисты от своих родителей и немножко проживали жизнь самостоятельно. Конечно, это для детей совершенно другая атмосфера, которая их не только сплачивает, но, наверное, они себя чувствуют по-другому. На пару часов первоклассники стали пекарями, прослушали инструктаж, изучили виды муки и отправились в производственные помещения. Дети слушают внимательно, ведь дальше им предстоит делать заготовки самостоятельно. Течь конвекционная. Что это значит? Это значит, там постоянно гуляет горячий вихрь. И он там вот так вот. Вот все наши изделия обтекают. А что от этого получается? А от этого получается хрустящая корочка. Такого в школе точно не увидишь. А главное, поездки запоминаются лучше уроков. Помогают сплотить коллектив и раскрыть в ребятах новые таланты. Мы трогали муку. А почему тебе это понравилось? Ну, я вот люблю вот хорошие такие ощущения. Просто запомнилось, как мы с друзьями все делали. Мы пекли булочки красивые и ешики делали. Последняя часть экскурсии самая вкусная. Пока выпекаются булочки, сами пекари отдыхают. Украшают пончики шоколадной глазурью и уплетают за обе щеки. Свою же выпечку заберут домой, чтобы поделиться ей с родителями. Как говорится, с пылу с жару. Александра Стрелирова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова